В прошлом году осенью инициативная группа в соседнем дворе малосемейки стала закладывать клумбу. Слава малосемейки, как вы понимаете, еще та, потому особо в успех мы не верили. Как-то не догадалась я сфотографировать пустую площадку с хилыми сорняками, чтобы вы могли сравнить результат. На общественную клумбу сносились самые распространенные простенькие цветочки, которые растут у каждого. Казалось бы, опытному цветоводу они уже не столь интересны, но от клумбы идет такая колоссальная позитивная энергетика, что не только глаз, а и душа радуется. Полнейшая эклектика на клумбе смотрится достаточно гармонично. И чего здесь только нет. Ромашка, традисканция, календула, седум, циния, бархатцы. Красивейшие гладиолусы пока расцвели с сочного малинового цвета. Неубиваемый гелиопсис и золотарник. Конечно, с золотарником они, на мой взгляд, погорячились. Один только высадили в колесо, а остальные выпустили на свободу. Я бы все золотарники ограничивала в колесах. Наибольшее же буйство красоты, на мой взгляд, дает петуния. И прям рассмеялась, увидев среди цветов вот этот шикарный помидор. Сразу видно украинскую душу. Не поднялась на него рука. Интересно, что у нас во дворе тоже бабушки помидор оставили. И вот рядышком даже заградительные столбики задекорировали. В десяти метрах и магазинчик подтянулся. Вот такую клумбочку устроил, засыпанную керамзитом. Жара у нас немыслимая. Всех заливает, а у нас за лето всего лишь пару средненьких дождей было. Потому именно вот такой подбор цветов достаточно удачен. А вот новопосаженные туи очень сильно спеклись. Вот так абсолютно без каких-либо затрат, с помощью простеньких цветочков, излишков которых полным-полно на даче, можно создать вот такой райский уголочек возле своего дома. Я вообще считаю, что на таких людях наша планета и держится. Потому вдохновившись, решили мы взяться и за свою микроклумбу размерами 4 на 1 метр, на которой уже лет 30 ничего абсолютно не росло, кроме аварийного абрикоса, обеспечивающего ежегодно горы гнилых плодов и реакцию на них. Нецензурное выражение дворника. Полоска этой земли просто железобетонная. Вогнать лопату даже на 3 сантиметра тяжело. Но главное, сделано. Абрикос уже спилили, потому пути назад нет, надо наводить красоту. Вот теперь уже больше месяца лепим бордюры из всего, что только возможно. И наносим слой плодородной земли. Напротив подъезда на склоне уже посадили весной кампсис, у пеньков от вишни. Дальше принялась уже сирень. А дальше, ближе к лестнице, маленький кориоптерис. А теперь планирую вот эту манюсенькую пломбочку. Хочется что-то и красивенькое посадить. И страшно, чтобы не выкопали. Да и цветы должны быть жароустойчивые, так как нелегко им доведется на этой узенькой полосочке среди раскаленного асфальта. Надеюсь, что в следующем году и мы сможем порадовать жильцов нашего двора. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok